Ну и, вероятно, за эти 13 дней Палаты представителей и Сенат вынесут представление об импичменте Дональду Трампу. По крайней мере, конгрессмены Демократической партии отправили письмо вице-президенту Майку Пенсу, чтобы тот воспользовался 25-й поправкой Конституции США и инициировал этот самый импичмент. Но посмотрим, возможно, это всего лишь пиар-ход депутатов-конгрессменов от Демократической партии. Обсудим то, что происходит с Америкой последние сутки. У меня на связи экономист Андрей Мовчан, следивший внимательно за ходом голосования, вообще за всем, что происходило в Америке, в том числе последние два месяца, когда Дональд Трамп не признавал результаты выборов. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Я прошу прощения за мой вид. Я сижу на Кипре. И здесь погода не располагает к тому, чтобы быть более формальным и сосредоточенным. Ну, мы, не скрою, немножко даже вам завидуем. Андрей, скажите, пожалуйста, как вам кажется, можно трактовать произошедшее накануне в Вашингтоне, погромы и даже после этих погромов, когда даже некоторые коллеги Дональда Трампа по республиканской партии открыто перестали его поддерживать, и в том числе это выразилось в голосовании как раз-таки по этим колеблющимся штатам, которые проходило в здании Капитолия. При этом сам Дональд Трамп не отказывается от своей линии, он говорит, что результаты выборов по-прежнему не признает. Как это все расценивать? Ну, смотрите, давайте, во-первых, это не будем переоценивать. Если вы помните, 4 года назад, когда Трамп был избран, протесты были тоже очень бурными. Можно по аналогии сказать, что эти протесты были инспирированы демократами, хотя я не стал бы так говорить, это неправильно. Но, тем не менее, больше чем 25 городов было охвачено протестами, несколько недель протесты шли. В одном Орландо было более 40 домов сожжено во время этих протестов. Многочисленные сотрудники полиции были ранены, граждане были ранены и так далее. То есть, в принципе, фигура Трампа, видимо, вызывает подобную ситуацию. Тут уж не важно, кто инициатор, а кто не инициатор. Значит, Трамп выиграл 4 года назад, инициаторами была оппозиция. Сейчас Трамп проиграл инициатор, опять оппозиция. Оппозиция, наверное, такая печальная роль, инициировать протест. То, что сейчас происходит, надо сказать, заметно более мягко, чем это было 4 года назад. А вообще Америка – это же страна протестов, причем протестов достаточно агрессивных. Если вы почитаете, ну, даже хотя бы Википедию, да, то вы увидите более чем 40 примеров активных, агрессивных протестов за последние 10 лет, которые проходили в Америке. Включая, например, окупио и Уолл-стрит, где было всего арестовано почти 1000 человек в конечном итоге. Да, включая там протесты в Висконсине, где в течение пары недель, по-моему, или даже больше, местные органы власти удерживались протестующими и так далее, и так далее. Ну, это плата за американскую форму демократии, к этому нужно относиться спокойнее. И понятно, что поверх этого и на фоне этого, конечно, те, кто выступает против протестующих, будут звучать краски, будут говорить, как ужасно, будут менять попытки государственного переворота и так далее. Это форма политики. Вот сейчас я смотрю вместе с вами на ваши же кадры из эфира и вижу на американских флагах орлов. Орлов, очень похожих на римские орлы. Америка – это, конечно, калька, успешная калька с Древнего Рима с точки зрения управления. Ну и вспомните курс школьной истории, сколько раз курья сенатора в Древнем Риме была захвачена толпой, просто потому что двухпартийная система предполагает подобные проблемы и протесты. В общем, ничего специфического или ничего, что требует какого-то особенного отношения или изменения взгляда на Америку, я в этом не вижу. То есть даже захват Капитолия вам таким событием не кажется? Нет, не кажется. А вам кажется? Разве что-то сильно изменилось? Капитолия же, смотрите, мы, как люди, привыкшие жить в России, мы привыкли относиться к органам власти как к божественным местам, как к храмам, а к чиновникам, которые власти осуществляют, как к богам, которые в этих храмах обитают. Конечно, захват храма – это действие по десакрализации и выглядит для нас ужасно. Но здание Сената в Америке – это всего лишь офисное здание. Вы в обычное время достаточно легко можете туда попасть, зайти, погулять, походить, посмотреть. Это вам не Государственная Дума. И в этом смысле, конечно, Америка значительно здоровее. Захват Капитолия – это неприятное событие, но это, как, например, захват здания ЦУМа в Москве. Ну да, это тоже будет неприятное событие, но это не пошатнет основу государственности. Ну, то есть, по-вашему, никаких долгоиграющих последствий или близкоиграющих последствий эти протесты, то, что мы наблюдали накануне в Вашингтоне, не несет себя? Я не думаю, что наше представление об Америке должно как-то измениться, и наши ожидания от событий, которые будут происходить в Америке, должны как-то измениться. Америка – страна развитой демократии в хорошем и плохом смысле этого слова. Америка – страна радикальной двухпартийной системы в хорошем и плохом смысле этого слова. Америка – это страна, в которой уровень насилия всегда был несколько выше, чем в Европе, и сейчас остается выше, чем в Европе, и уровень агрессии внутренней выше, чем в Европе. Мы это знали, мы это будем знать. Но если кто-то этого не знал, пусть увидит это сейчас, наконец. Как вам кажется, какое будущее ждет Дональда Трампа? По всей видимости, оставлять политику, как это принято с последними президентами Соединенных Штатов, даже если они всего лишь 4 года находились у власти, а потом не переизбирались. Они, как правило, ходили на покой. Дональд Трамп, очевидно, этого делать не собирается. Как вам кажется, каков у него план дальнейший? Я не знаю, как я могу судить, какой план Дональда Трампа. Дональд Трамп большинством даже своих соратников по партии сейчас считается луз-кэмином, человеком плохо предсказуемым и на котором сложно полагаться. Кроме того, его 4 года у власти показали, что он как был, так и остался новичком в большой американской политике, новичком, который неэффективен с точки зрения ее проведения. У него, у его администрации было много хороших идей и очень мало из них было реализовано, ровно потому, что он не мог организовать их реализацию. И в этом смысле вряд ли Дональд Трамп может быть ставкой на следующих выборах от республиканцев. Они будут искать какого-то другого кандидата. Будет ли Трамп удовлетворять какая-то позиция не центральная в политике сейчас? Я не знаю, думаю, что нет. Возможно, Дональд Трамп уйдет обратно в свой бизнес, а впрочем, он может уйти и на покой, кто его знает. Мы все же наблюдаем и за выборами, и за всем происходящим, за протестами, все-таки с нашей колокольни, из России. И многие, вот, например, я в Твиттере сегодня много прочитал, критиков администрации того же Твиттера, который заблокировал на 12 часов Дональда Трампа из-за публикации фейк-ньюса, а именно из-за видео, в котором он призывал своих сторонников улицы покинуть и уйти из Капитолия. Как вам кажется, как вы расцениваете этот шаг социальных сетей, да и, в принципе, политику больших медиа по отношению к Дональду Трампу, которую мы видели и во время президентских выборов? Я вообще, честно говоря, ну, насколько обыватель, типа меня, может быть, озабочен политикой крупных игроков медиарынка, настолько я озабочен политикой крупных медиа, и в Штатах в том числе. И я понимаю, что это звучит смешно, потому что я не живу в Соединенных Штатах Америки, я не делаю бизнес в Америке, и, казалось бы, какое мое дело? Я чистый наблюдатель в данном случае. Но я также точно, как и те, о ком вы сейчас говорили, считаю, что это вредно для развития демократии, вредно для развития Соединенных Штатов Америки. Нельзя блокировать мнение человека просто потому, что у него такая фамилия или такой комплекс убеждений. Тем более, что, как оказалось, заблокированные видео, это, вообще говоря, видео, призывающее к миру и к спокойному разрешению противоречий, к соблюдению закона. Я не знаю, кстати говоря, почему это было заблокировано. Скорее всего, работают какие-то уже автоматические механизмы. И это еще одна огромная проблема, в которой мы сейчас находимся. Мы живем в гиперсистематизированном мире, в мире, в котором человек потихоньку теряет свои естественные свойства для внешнего мира и приобретает набор некоторых искусственных свойств рейтинга. В Китае это выражено сейчас уже законодательно, во всем мире это потихоньку происходит, но законодательно пока не утверждено. Мы перестаем быть нами со всей нашей необычностью и индивидуальностью и начинаем становиться частью большого социального рейтинга, который просчитал некий робот в социальной сети. И если этот рейтинг вообще не отражает нашу персональю, то, значит, так тому и быть, потому что никто не будет тратить время на индивидуальный подсчет. Я думал, что это проблема. Проблема на ближайшие десятилетия? Возможно. Как вам кажется, ударит ли то, что произошло накануне в Капитолии по имиджу всей республиканской партии? Понятно, что не все поддерживали то, что вчера происходило, но так или иначе сейчас Белый дом займут демократы, в парламенте большинство демократическое, даже если равенство будет в Сенате, все равно решающий голос за вице-президентом, спикером Сената. То есть, по сути дела, тоже большинство демократическое. Означает ли это, что республиканцы покинули Белый дом и лишились большинства в парламенте на долгий срок? Вы знаете, я думаю, что имидж здесь вообще ни при чем. По имиджу демократов никак не ударили массовые беспорядки, которые были после выборов Трампа. Так что давайте говорить сейчас не об имидже, тем более, что в Америке поддержка демократов и поддержка республиканцев более-менее стабильная, они более-менее определенные. Вы видите, что даже на этих выборах Байден победил, в общем, с невысоким перевесом, одним из самых маленьких перевесов за историю последних десятилетий в Америке. Поэтому говорить о том, что где-то какой-то имидж изменится, нельзя. Республиканцы действительно теряют контроль. И в каком-то смысле для них это сейчас очень хорошо и полезно. Потому что демократы получают контроль в достаточно тяжелый момент, когда нужно принимать решения, которые, в общем, демократы в последнее время принимать были не в состоянии. Решения достаточно жесткие по увеличению эффективности деятельности органов власти в стране, и бизнеса в стране, и налоговой политики в стране и так далее. Посмотрим, что будет через четыре года. Посмотрим, как Байден будет управлять. Посмотрим, как страна будет жить в условиях рекордного дефицита и последствий коронавируса. Посмотрим, насколько эффективно республиканцы смогут, будучи в оппозиции, использовать свою позицию оппозиционеров и возможность критики власти для того, чтобы выставить своих кандидатов на следующих выборах и прийти к власти. Гарантировать это я, конечно, не могу, но вероятность такая достаточно высока.